1 и 2 ноября в области ожидаются обильные снегопады. В связи с прогнозом, Главное управление МЧС России по Свердловской области подготовило рекомендации для водителей. Перед дальней зимней дорогой Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует автомобилистам тщательно подготовиться. В первую очередь, просмотрите метеосводки в случае прогноза неблагоприятных погодных условий, таких как сильный снег или метель. По возможности, отмените поездку. Изучите местность, по которой пройдет маршрут. Посмотрите, где находятся кафе и населенные пункты. Не станет лишним комплект очень теплой одежды и обуви на случай необходимости устранить внезапно возникшую техническую неисправность. Наличие спального мешка или одеял также необходимо, даже если у вас очень теплая машина. Помните, машина теплая только пока работает двигатель. Кроме того, в машине всегда должны быть буксировочный трос, впусковые провода и фонарик. Не стоит пренебрегать и наличием лопаты. При необходимости ею можно откопать застрявшее транспортное средство. Стоит позаботиться и о наличии запасной канистры с топливом. Или, как минимум, следите, чтобы уровень бензина в бензобаке не падал ниже половины. Туристическая горелка при необходимости поможет обогреть салон автомобиля и приготовить горячий чай и еду. Не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности при ее использовании. Горячая еда и питье поможет вам не замерзнуть, поэтому стоит взять с собой термос, шоколад, банку тушенки. Докомплектуйте стандартную автомобильную аптечку. В ней должны быть не только бинты. И обязательно возьмите с собой заряженный сотовый телефон, по которому, оказавшись в сложной ситуации, вы сможете по телефонам 102 и 112 вызвать экстренные службы. Напоминаем, экстренную помощь с мобильного телефона можно вызвать даже при нулевом балансе и отсутствии сим-карты. Не оставайтесь равнодушными, если видите, что кому-то на зимней дороге требуется помощь.